Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Как достал уже этот Sam Bankman Freed, слушайте, как достал уже этот FTX, нихрена нету, кроме них в новостях. И при этом биткоин-то держится достаточно хорошо. Если мы сравним это даже с крахом MTGOX, то биткоин-то держится достаточно неплохо. И бычий дивер-то у нас все еще не сломан, ребята, поэтому я думаю, что... Да, мы, конечно, сильно упали, но посмотрите, встретили объем покупателя на 16 тысячах. И пока стоим, консолидируемся. Я думаю, что это зона набора лонгов, ребята. Я думаю, что это зона набора умных лонгов. Давайте-ка посмотрим, что там, кстати, с лонгами на финике. А они как стояли, так и стоят. Посмотрите, умные лонги на финике еще даже не разгружались. Они добирают сейчас и приближаются к историческому максимуму очередному своему. Вот, поэтому... Смотрите еще, какой прикол. У нас с вами на месячном сайфере попахивает зеленой точкой вот здесь. Посмотрите. Очень скоро загорится зеленая точка на месячном сайфере. И, как вы можете видеть, она достаточно точно отрабатывала вот здесь и вот здесь, правда, через одну ложную. Но, тем не менее, мы все-таки вышли. Ну, то есть, это индикатор суперцикла, супертренда. И что примечательно, на трехнедельном таймфрейме, на более младшем, у нас уже есть с вами эта зеленая точка, которая также, посмотрите, как хорошо отрабатывала. То есть, это говорит нам о том, что на месячном вот-вот появится зеленая точка. Это будет еще один сигнал того, что дно уже пройдено, как раз пока все продают. Ну, и что касается того, что все продают, реально, посмотрите, какой вот нарратив у нас действительно медвежий. И это очень странно, на мой взгляд, потому что если вы покупали по 20, и для вас это было дно, а глобально это все еще может быть дно, как и 15, так и 20, то очень странно, если вы по 15 сейчас продаете, друзья. И надо это понимать. Но на другой стороне, конечно же, нужно всегда быть осторожными. И насчет этих зеленых точек, опять же, если мы посмотрим на токен FTX, FTX, который сложился просто до полутора долларов, то у нас вот здесь тоже была зеленая точка на недельке, правда. Это было вот здесь. И после этого, как вы можете видеть, это нас не спасло. Так что полагаться только на индикаторы, конечно же, глупо. Просто стоит их учитывать в своем анализе, как дополнительные штуки. Вот, DXY у нас валится, индекс доллара. На битке это пока никак не отразилось. В отличие даже от фонды, которая отпрыгнула. Смотрите, фонда пошла наверх. Золото очень хорошо пошло. Золото вышло из зоны ложного пробоя и уперлось в EMA Ribbon. Тоже на гигантском дивере на зеленой точке. Короче, все рынки отпрыгнули. А биткоин еще даже нет. Понимаете, какое здесь преимущество на крипте сейчас? Потому что крипта реально овер-супер-перепродана. Поэтому, собственно, я и продолжаю к этому относиться как к зоне до набора лонгов. И набираю сейчас лонг-позиции на Bybit. Тоже еще один индикатор к тому, что, возможно, это лучшее место. Потому что я сам периодически выхожу, перезахожу, стараюсь поймать ниже, иногда перезахожу выше. Короче, не могу сидеть в позиции и реально стремаюсь. Поэтому открываю, перезахожу постоянно. Напишите в комментарии, как делаете вы и на какой бирже вы торгуете. Ссылка на Bybit в описании. Обзор сейчас появится сверху. Вот, поэтому тут что скажешь-то? По всем параметрам нас ждет с вами очень-очень сильный отстрел. Очень прям сильный отстрел. 78-я FIBA глобально все еще не сломана. Мы как бы просто сейчас сложно ее прокалываем потенциально. И отстрел куда-нибудь к 0,5 FIBA плюс-минус. Там 35-40 тысяч долларов. Это просто напрашивается. Что-то такое. Но, блин, к этому никто не будет готов, как всегда. Поэтому давайте подготовимся к этому заранее чуть-чуть. Опять же, к разговору о Bybit и эфире. Биток-то у нас с вами переписал low, а эфир нифига не переписал low. Эфир не переписал low. И в медвежьем сценарии, если сейчас все будет падать, то эфир, конечно, перепишет low. И в таком случае страшно даже будет представить, где будет биткоин. Но в целом график эфир BTC нам говорит вообще о том, что мы в бычьей фазе. И роста еще толком не видели. Поэтому, друзья, напишите в комментарии, что вы думаете. Какого сценария придерживаетесь вы. И ставьте лайк обязательно этому видео. Подписывайтесь на канал. И жмите на колокольчик. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока.